Поживая, снова бегу. И снова обвиняют. Теперь в убийстве Ани. Ничего страшного, разберемся. Ольга Арнгольц – актриса, которую многие знают по картинам «Слуга государев живой и русская». Также буквально недавно вышел проект под названием «Родная мачеха», где Ольга также исполнила главную роль. Ольга Арнгольц родилась в 1982 году в Калининграде. Ее родители были актерами местного драматического театра. Такая необычная фамилия ей досталась от дедушки, который по своему происхождению был немцем. Также девушку принято считать младшей сестрой, так как ее близняшка Татьяна появилась на свет раньше. В раннем детстве наша героиня занималась гимнастикой и посещала музыкальную школу. А после окончания девятого класса по настоянию родителей перевелась учиться в лицей с уклоном на актерское мастерство вместе со своей сестрой. Учиться в престижном заведении Ольге очень нравилось, поэтому она почти сразу решила связать свою жизнь с профессией актрисы. Высшее образование девушка получила в высшем театральном училище имени Щепкина. В студенческие годы она уже начала играть на театральной сцене, а в кино Ольга впервые появилась в 99-м. В молодежном сериале «Простые истины». Кстати, в этом проекте и в детективном телефильме «Зачем тебе алиби» Ольга снималась вместе со своей сестрой. Чуть позже сестер актрис пригласили сняться вместе и в проект «Глянец». Ну а настоящая узнаваемость и популярность к Ольге пришла в 2003-м, когда ее утвердили на главную роль в многосерийном проекте под названием «Русская». Через три года Арнгольц снялась в мистическом фильме «Живой», где главную роль исполнил Андрей Чадов. Ольга Арнгольц не похожа на свою сестру тем, что она старается скрывать личную жизнь. Также она всегда ведет себя более серьезно и сдержанно. Многие уверены, что Ольга постоянно находится в тени своей сестры Татьяны. И режиссеры просто недооценивают ее актерский талант. В 2007 году она познакомилась со своим первым будущим мужем, актером Вахтангом Беридзе. Они вместе играли в спектакле «Ханума». Через два года Ольга и Вахтанг оформили свои отношения, а в 2013-м у них родилась дочь Анна. После рождения дочери Ольга сделала перерыв карьере и полностью посвятила себя семье. А в 2015-м стало известно, что Ольга развелась с мужем, причиной чьему стали постоянные измены супруга-грузина. Во время съемок в картине «Офицерские жены» в 2014-м у Ольги возникла симпатия к режиссеру Дмитрию Петруню. В свою очередь Дмитрий тоже с теплотой и трепетом относился к Ольге, но в то время она была и еще замужем. В 2016-м году поклонники Ольги узнали, что она стала мамой сына Акима, которого родила как раз от режиссера. Кстати, ранее от него же родила внемрачного сына актриса Ольга Красько. Сейчас Ольга Арнгольц не комментирует свою личную жизнь, но по-прежнему радует своих поклонников новыми и яркими ролями. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!